здравствуйте друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я рассказал о том что я начинаю заходить на американский рынок я делаю там первые шаги сейчас я хочу рассказать общие принципы как я собираюсь строить формировать портфель акции на американском рынке дело в том что недавно я присутствовал на нескольких мероприятиях это был и private money и вебинары спикеров различных и в открытии то же самое был на семинаре и вот что я уяснил там очень-очень многие люди выступали которые управляют большими большими деньгами там оскар хардман наталья смирнова андрей мовчан и тот же самый роберт роули и все они в один голос говорили что есть варианты пассивных инвестиций есть варианты активных инвестиций и пассивные инвестиции это просто купил и держишь акции и они постепенно растут то есть это пассивные инвестиции они растут и каждый год они дают дивиденды там есть различные дивиденды как бы стратегии бездивидендные и так далее вот и они сказали что наиболее грамотное как бы вложение они буквально в один голос говорили что лучше всего покупать индексы но в частности и tf на индексы и в частности если мы говорим об американском рынке то это и и tf на американский индекс s&p 500 вот любимый график индекса s&p 500 дневной вот в конце прошлого года он падал и потом он очень сильно вырос и бьет постоянно рекорды уоррен баффет говорил что ребята вот управляю с управляющим он каким-то поспорил с управляющим на активами говорит ну нифига вы со своим управлением не опередите просто индекс s&p 500 потому что вот вот это очень очень трудно каждый управляющий хочет конечно это сказать как бы сделать доходность выше но у кого-то получается там один год два года но потом хуже и так далее то есть лучше всего спокойнее совершенно не париться а купить индекс и tf но индекс и tf для нас в общем-то для большинства недоступен почему потому что для того чтобы купить индекс на и tf там требуется ну либо американский брокер либо это я буду делать в следующем году либо мы должны обладать статусом квалифицированного инвестора у меня этот статус есть но я думаю что у большинства у многих по крайней мере моих подписчиков нет такого статуса поэтому давайте попытаемся сформировать такой индекс такой портфель из акций который будет ну как-то приближаться к индексу почему мы это делаем давайте посмотрим сейчас на индекс вот сейчас мы видим вы наверняка видели такую картинку не раз это все акции которые входят в индекс s&p 500 и все эти компании разбиты по секторам и и первый сектор это вот такой самый большой технологии технологические компании что сюда входит google facebook microsoft на и т т в эризон оракл адобе второй сектор очень большой по величине это финансовый джи пи морган банков америка вэлс фарга сити групп виза мастеркард и так далее финансовый сектор вот здесь вот беркшир это на фонд который управляя которым управляет уоррен баффет дальше сервисы то есть сервисные компании и здесь амазон волмарт волт дисней компании ну и так далее и так далее дальше консьюмер гудс потребительские товары то же самое apple в первую очередь кока-кола пепси кола ну и так далее дальше идут basic материалс это уже основные основные базовые материалы то есть но сырье грубо говоря сырьевые компании exxon мобил шеврон нефтяные компании конако philips оксидентал петролиум то есть нефтяные компании дальше большая часть достаточно health care это здравоохранение здесь джонсон и джонсон файцер меркант компании и следующие это индастриал гудс это товары для промышленности уже в основном ммм ммм это 3м компании клеящие материалы на самом деле данный рк по корпорейшн дженерал электрик то есть электрические киты или noise tool works там ну и так далее много-много компаний и дальше utilities utilities это энергетические компании в основном насколько я понял и и как надо формировать свой портфель смотрите ну предполагается обычно что давайте мы разобьем весь свой портфель вот насколько раз два три четыре пять шесть семь восемь частей равных например да и будем в каждой части мы будем инвестировать ну примерно такой портфель у меня сделан на российском рынке он как бы но в каждой отрасли примерно у меня там равное количество далее на самом деле это не совсем правильно на самом деле лучше всего делать пропорционально давайте посмотрим как вели себя эти все отрасли за год какие отрасли далее у нас различный рост и так технологии 33,4 процента роста то есть технологический сектор дал самый большой рост самый большой сектор дал самый большой рост consumer goods 32 процента рост industrial goods это который маленький там сказать доля 31,9 процент ну практически такой же services 31,2 процента это там где amazon всякие прочие financial 25,7 вот так всякие джипи морганы в элс фарге они выросли вот так health care 22,4 как ни странно вот utilities 18,6 это всякие энергетические вот real estate здесь выделено отдельно это ну недвижимость basic materials это товары для товары для промышленности судя по всему вот и конгломераты 32 ну судя по всему это транснациональные корпорации не знаю что это такое поэтому поэтому предполагается что смотрите мы разбиваем наш портфель вот на эти сектора и зависимости от объема этих секторов мы будем смотреть на количество акции которые есть давайте посмотрим вот сюда over view обзор вот оно обзор смотрите basic materials conglomerates и так далее они здесь насколько я понял по в алфавитном порядке и количество компаний в каждом секторе больше всего меня интересует наверное market capitalization дивидендная доходность по отраслям что очень интересно вот ну давайте мы вот market capitalization и не ascending а descending то есть по убывающей вот технологии самая большая капитализация и так далее и так далее и вот на этой основе я планирую сделать создать свой портфель то есть я в технологические компании хочу вложить сколько то процентов значит сколько то сюда столько то сюда столько то сюда а как я это буду делать я расскажу буквально в следующем видео поэтому оставайтесь на моем канале поставьте колокольчик не пропустите следующее видео оно будет очень очень скоро а сейчас все спасибо за внимание с вами был демитков юрий